Что является главной проблемой для индивидуальных предпринимателей, для тех, кто занимается бизнесом, это, в частности, кредитование, с которым пришлось или, давно уже столкнувшись, ребята, просят о помощи. В частности, у нас для этого есть сейчас на связи наша гостья. Это управляющий директор управления розничных продаж и обслуживания РНКБ Анна Татарова. Анна, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Как у вас настроение с утра? Доброе утро. Отлично. Самоизоляция, все в порядке? Да. А чем занимаетесь? Давайте у вас пару вопросов еще не по теме спрошу. Чем занимаетесь на самоизоляции? Или одна работа только? Или чем-нибудь бытовые дела есть какие-нибудь? Может, готовить научились? Самое вкусное блюдо, какому-то тортик необычный? К сожалению, нет, не научилась. На самоизоляции все равно работа. Я понял, работа не отпускает. Хорошо. Тогда возвращаемся к вопросам о работе. Итак, 3 апреля вступил уже в силу федеральный закон о внесении изменений в программу по кредитным каникулам и реализацию упрощенной процедуры предоставления кредитных каникул для физлиц. Согласно этому закону, граждане, которые пострадали из-за ситуации с коронавирусом, имеют право обратиться за кредитными каникулами. Во время кредитных каникул, кстати, граждане не платят ни тело кредита, ни проценты. То есть платежи переносятся. При этом не начисляются никакие страстные санкции. Кредиттор не имеет права обращивать взыскание на кредитных залогов. Кредитные каникулы, если ситуация изменяется в лучшую сторону, имеют право обратить такой кредит досрочно в любой момент. Это основные изменения. То есть суть изменения такова, что они доставляют кредитные каникулы. Это годный период, в течение которого заемщик не платит по кредиту и срок кредита переносится. И вопрос тогда еще один. А исходя из этих условий, кто именно может обратиться за этой услугой? Или в принципе любое физлицо может прийти и попросить об этом? Это нужно писать заявление какое-то или как? Смотрите, ну во-первых, согласно постановлению правительства Российской Федерации, на сегодняшний день обратиться могут все граждане, кредиты которых удовлетворяют определенным требованиям. А конкретно есть ограничения по сумме кредита при выдаче. По ипотеке это до полутора миллионов кредитов, по акту кредитования до 600 тысяч рублей, по кредитам наличными до 250 тысяч рублей и по кредитным картам до 100 тысяч рублей. Это что касается кредитов. Непосредственно по заемщикам. Основным требованием и самым главным является то, что за месяц до обращения с заявлением о предоставлении кредитных каникул по доходу заемщика должно произойти снижение дохода официального более чем на 30%. При этом снижение такое нужно будет подтвердить официальными документами. И документы должны предоставлены будет в банк в течение 90 дней с момента подачи заявления и предоставления кредитных каникул. Анна, вот сейчас для того, чтобы все поняли, значит, эти кредитные каникулы может взять физлицо, которое пострадало от коронавируса или просто, например, вот человек сидит дома, он остался, допустим, без работы, да, или что-то еще случилось, и он, например, хочет взять такие кредитные каникулы. Давайте еще раз уточню, не из-за коронавируса, а из-за ситуации с коронавирусом. Вот, это очень важно. Да, это важный момент, и у человека мог снизиться доход, потому что, ну, не дай бог, уволили человека, просто снизился доход официальный по какой-то причине. Это мог быть и длительный больничный, то есть снизение официального дохода, длительный больничный от одного месяца, и потеря работы – это основные основания для получения кредитных каникул. И еще один вопрос. А по поводу подтверждений, вы говорите, подтверждающие документы, а по поводу того, что снизился доход, это их нужно брать где? У бухгалтера, если человек является не просто физлицом, а, например, индивидуальным предпринимателем, какой род документов должен быть? На самом интересном месте, Анна, мы вас так плохо слышим. Видимо, я задал самый важный и нужный вопрос. Что-то со связью произошло, что она решила не дать возможности или зрителям услышать на него ответ. Давайте-ка еще раз попробуем услышать. Давайте. Так, хорошо меня слышно? Великолепно. Отлично. И еще раз. Документами, подтверждающими снижение дохода, могут быть справка о доходах. Также, помимо того, что официальный доход мог снизиться, заемщик мог остаться просто без работы. Тогда это справка из Центра занятости о том, что поставлено на учет как безработный. Или это может быть листок нетрудоспособности сроком от одного месяца. По поводу иных документов, которые могут быть подтверждением в данном случае, дополнительно еще ожидается разъяснение Центробанка. Пока четко озвучены три основных документа. По иным документам ожидается еще разъяснение. Спасибо. Анна, а как будет пересматриваться график погашений по окончанию кредитных каникул? Самое основное, что по окончанию кредитных каникул кредитный договор начинает обслуживаться на стандартных условиях. То есть нужно начинать вновь погашать кредит и вносить ежемесячные платежи. Ежемесячные платежи по своему размеру не меняются, а график кредитных каникул сдвигается на срок предоставленных кредитных каникул. Например, если кредитные каникулы были оформлены на 6 месяцев, то, соответственно, у нас минимум на 6 месяцев срок кредита увеличится. Просто оттягивается этот, пролонгируется, так скажем, и все, на тот период каникул. Пролонгируется. А вот этот объем каникул, вы говорите, 6 месяцев или 3 месяца, от чего это зависит? Или есть стандартный, например, полгода и все, ни больше, ни меньше? Согласно закону, максимальный срок кредитных каникул, вот этого льготного периода, составляет 6 месяцев. При этом при обращении в пределах срока, установленного законодательством, заемщик сам может выбрать себе срок кредитных каникул. То есть или максимальный 6 месяцев, или 3 месяца, или 2 месяца, или 4 месяца. То есть в пределах 6 месяцев до 6 месяцев по желанию заемщика устанавливается срок кредитных каникул. И последний вопрос. Если сейчас, глядя нашу с вами беседу, кто-нибудь все-таки решился на этот шаг, как именно оформлять эту заявку, насколько это сложная процедура, как к ней подойти, можно ли сделать удаленно, все-таки в режиме самоизоляции выходить на улицу не рекомендовано и, напомню, запрещено. Как это сделать удаленно? Да. На сегодняшний день подача заявки реализована именно дистанционно. У клиента есть две возможности подать заявку на кредитные каникулы по закону. Это можно сделать на сайте банка, нажав кнопку «оформить», «подать заявку». При этом удобно сделано то, что бывают клиенты, у которых несколько кредитов, например, кредит или кредитная карта. Клиенту при этом не придется две заявки заполнять. Он заполняет одну заявку, отмечает те кредиты, по которым бы он хотел получить кредитные каникулы. Это один канал. И второй, кому этот вариант не подходит, это по звонку в контакт-центр банка. Клиент звонит по телефону контактного центра банка и по телефону у него эта заявка принимается. При этом не нужно подписывать какие-либо документы. Все оформления происходят дистанционно. И требования клиента на кредитные каникулы по закону тоже принимаются дистанционно. Великолепно. То есть все для того, чтобы мы оставались дома. Да. Документы, подтверждающие, тоже можно будет предоставить дистанционно в течение 90 дней после подачи заявки. Окей, в принципе, все понятно. В принципе, все ясно. Все очень просто, быстро и, как мне кажется, действительно удобно для тех, кто, к сожалению, пострадал в данной ситуации. Анна, большое спасибо вам за беседу, за то, что вы сегодня включились в наш прямой эфир и ответили на интересующие вопросы. Хорошего дня. Спасибо. Да, напомню, с нами на связи был управляющий директор управления розничных продаж и обслуживания РНКБ Анна Татарова.